Называется наша сегодняшняя пресс-конференция «Сохраним наследие Куликова». Итак, 30 марта на заседании Союза художников в мастерскую известного харьковского гениального художника Куликова перераспределили другому, пользуясь тем формальным обстоятельством, что вдова покойного, замечательный график Ирина Александрова, которая тоже здесь присутствует, здравствуйте, не состоит в творческом союзе. Харьков могут решить последнего, быть может, средоточия подлинного великого искусства. Итак, сегодня у нас здесь присутствует Александр Филоненко. Я думаю, что не будем подробно представлять, потому что все люди достаточно известны. Евгений Маков, Ирина Александрова, Олег Викленко, Павел Маков и Татьяна Тумасян. Наверное, каждому хочется дать слово. Ирина, давайте начнем с вас. Спасибо. Когда-то Виталий Николаевич сказал, что впервые он почувствовал себя художником в 8 лет, когда ему было 8 лет. Умер он на 80-м году. Вот в 72 года человек чувствовал себя художником. И все, что было сделано за эти годы, оно, наверное, начиная с студенческих лет, от училища, в принципе, оно все сохранилось. Ну, кроме того, что было, находится где-то в музеях или в частных коллекциях. Это тысячи работ, тысячи живописей, рисунков, эстампов, плакатов. Конечно, хочется, чтобы это наследие увидели как можно больше людей. Хочется и достоин Виталий Николаевич представлять Украину на разных уровнях. Так же, как и Украина достойна такого художника, потому что Виталий Николаевич, что на последние годы чувствовал себя яроукраинцем и даже переходил на украинский язык. Если негде будут это показывать, просто исчезнет возможность такая увидеть у людей. Конечно, будут персональные выставки, конечно, будут какие-то выставки, наверное, в Харькове, может быть, в Киеве, будут тематически разные выставки. Но если бы была площадка, куда могут прийти в любой момент люди и посмотреть на работы, это было бы, наверное, правильно. И если это союз художников не может оставить мастерскую по закону, он не может ее оставить. Может быть, это какое-то помещение в самом союзе художников, где можно разместить постоянную или сменную выставку. Может быть, городское управление о культуре сможет какое-то помещение выделить, будь то в музее или в какой-то галерее, или где-нибудь еще. Или областное управление о культуре сможет сделать даже в областной галерее какую-то комнату для показа работы. Ну, это было бы, наверное, правильно. Это было бы правильно. И все бы смогли это увидеть. Но кроме того, хочется сказать, что для того, чтобы люди и видели эти работы, и продолжалась эта работа, Виталий Николаевич более 45 лет работал преподавателем и в художественном институте, и в архитектурном институте. Наверное, было бы правильно показывать не только на выставках еще его работы, но и продолжать такую педагогическую деятельность. Это было бы место, где могли бы встречаться молодые художники, где могли бы проходить какие-то мастер-классы. Возможно, какие-то конкурсы рисунка можно было бы организовывать, устраивать, если бы это даже создать какой-то фонд. Это, наверное, было бы правильно, и память таким образом бы сохранилась. Спасибо большое, Евгений. Нужно Ваше мнение услышать. Я бы... Здравствуйте. Я бы, конечно, лучше это сделал чуть позже, потому что я начну, наверное, не с позитивом, а с негативом. Мне очень жаль, что сейчас из нас нет представителей Харьковского архитектурного сообщества. Киси по-старому, нынче Туба. Девитрий Николаевич достаточно много времени возглавлял, чтобы архитектор были правильными. Очень жаль, что в Харькове вообще память о людях, которые делают славу этому городу, интересуют крайне мало людей. Вспомните о том, что мастерскую Ермилова вот только сейчас начали как-то там, да? На самом деле она простояла насколько сожженная, брошенная и так далее. В доме Серебряковой на Конторской тоже попытки как-то его сохранить существуют. А дальше Иванова Пробора, ну и так далее. Дальше, как это, Алиша с Катаевым жили в Харькове. Кто не знает, где жили? Нет. Отношения, да, отношения. Этот список можно продолжать бесконечно, потому что отношение к тем людям, которые делали, еще раз повторю, славу городу Харькову, хамское, я бы так сказал. Просто хамское. Сейчас, мне кажется, из конструктивного, из полезного можно сделать несколько вещей, которые, ну, нужны для этого, конечно, силы, нервы и так далее. Нужно создать, в общем, комиссию по творческому наследию, такую небольшую из представителей людей, которые это могут сделать. А дальше двигаться в сторону создания, все равно мастерской оставить невозможно. Союз художников, понятно, это собственности, может быть, там, когда по закону перераспределили, и ладно. Хотя вообще союз художников мог бы какое-нибудь решение самостоятельное принять, например, в исключении правил и традиций, и мастерскую оставить. Почему нет? Это запрещает кто-то сделать? Нет, не запрещает. Просто желание какого-то. То есть, мне кажется, что нужно все равно сейчас, как это, для того, чтобы мы не потеряли все это надолго и не вернулись к творческому наследию Виталия Куликова через лет 50, делать это сразу. Для этого нужна, мне кажется, творчество, то есть группа, которая бы официально написала все письма необходимые по инстанциям, получила бы на них максимальные аргументированные ответы и дальше бы поборола бюрократию. Потому что разговор, прошу прощения, еще все, наверное, же знают эту историю с музеем частных коллекций. Знают, например, господин Лучковского, который собрал безумную совершенно коллекцию из того, что было похоронено на протяжении последних 60 лет. Фамилии даже не перечисляю, все, наверное, должны их как-то, по крайней мере, знать. Кто? От Серебряковой до семидесятников последних. Где этот музей частных коллекций? На него нет денег, на него нет помещения. Очень жаль. Но на самом деле, вот этот повод Куликов, который вот же все его буквально три месяца назад видели, можно стать поводом, чтобы мы эту историю сдвинули с мертвой точки. Это призыв. Спасибо. Спасибо. Олег Викленко, профессор кафедрографического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств, ну и основатель известного движения «Четвертый блок». Вы знаете, я пессимист в этом плане, потому что тоже в 25 лет скоро как делаю такую выставку, в строке, в Криенале. Через 10 дней должна открыться вот уже девятая в Криенале, на которую мы получили там порядка 4 тысяч плакатов, а будет выставлено 9 суток. И собралась уже такая вот коллекция, где-то больше 7 тысяч плакатов современных. Это более 50 стран мира. Колоссальная коллекция и в дизайнерских кругах знают, что если экология и плакат, то это Харьков. Но у нас на Украине, в частности, в Харькове такой, мне кажется, узкий круглый круг. Так вот, я это вот все прошу с письмами, обращениями. Приходы в высокие кабинеты. Все это я абсолютно точно могу сказать. Власти менялись, все проходило. Ничего, результата никакого не было. Я так думаю, что не буду. Такая бы власть не была. Что нам необходимо в Харькове? Необходимо, и мы об этом уже говорили, музей современного искусства. И я думаю, ну, по крайней мере, в Харькове это бы решило проблему. Потому что мы все ходим под Богом. Виталия уже нет с нами, да? Неизвестно, что там завтра со мной случится или с кем-то другим. И так эта коллекция где-то останется. Сейчас она, слава Богу, все сложено, все прекрасно. Я вот думаю, что нам надо просто объединить усилия и поработать в направлении, в том направлении, чтобы у нас в Харькове просто было это обратиться, может быть, я не знаю, или поговорить, пообщаться с бизнесменами, которые могут инвестировать в это деньги. Почему-то в Китае отдаются целые заводы, ну, по всей Европе тоже вокзалы, все что угодно. И там создаются такие вот и музеи, и галереи, и мастерские для художников, и дизайнеров. У нас, к сожалению, это, по крайней мере, в Харькове. Я думаю, сейчас можно найти инвестора, тем более, что как-то Европа открывается, можно найти инвестора, если поработать в этом направлении и сделать такой музей. Продумать очень правильный, хороший проект. И я думаю, что может получиться. Я это говорю уверенно, потому что буквально на вот столько был со своей коллекцией, мы были рядом с тем, чтобы этот музей был построен. был проект сделан. Есть, до сих пор сохранился новый проект, этот и макет. Была презентация этого проекта в СМИ. И были даже документы, задействованные в Хорсовет. Ну, произошли некоторые обстоятельства такие, что кризис, с другой стороны, здание в центре, оно слишком привлекательно, наверное, оказалось. Ну, тот человек, который просто пригласил меня, сказал, «Олег, что ты там мучаешься, с этим колесом? Давай сделаем, я построю, лишь бы мне не мешали». И, в общем-то, вот такой шанс был упущен, но я верю, что он может быть. И вот то, что, скажем, почему, я вот думаю, в Испанию проезжают и едут в Фегейро смотреть, скажем, Дэнни. Точно так же и с Пикассо, точно так же и с Ван Гогом. Почему-то в Харьков сюда люди бы ехали смотреть действительно Куликова. Уже здесь была бы самая большая коллекция. Смотреть бы Маково, смотреть те же самые современные плакаты, которого нет. Не в СНГ, экологические в частности плакаты. Нигде. Вот я думаю, вот это единственный шанс. Потому что есть люди у нас, которые строят гостиницы, строят и дома огромные, строят, делают кольф-клубы прекрасные и так далее. Но вот нет заинтересованности, они не видят это. Наверное, с ними надо работать. Я вот так думаю. В таком случае может быть какой-то позитивный результат. Спасибо. Татьяна Тимосян, директор Харьковской муниципальной республики. Спасибо. Ну, я не буду рассказывать о том, что такое имя Куликовой, работа Куликовой, жизнь Куликовой, его творчество для Харькова, для украинского искусства. Потому что я надеюсь, что собравшиеся здесь люди, процентов на 90, это представляют. А вот журналисты, которые не знают, наша с вами задача это как раз и донести, чтобы от сегодняшней пресс-конференции был толк, был эффект. Я просто расскажу о тех реальных шагах, которые возможны, чтобы вот те, как считает пессимист Олег Анатольевич, малореальные шаги, более утопические, стали возможными тоже. Получилось так, что муниципальная галерея, которая, наверное, как одна из, вот она и была, Таня Галерея, это те две автоинституции Украины, которым, и это повод для гордости, довелось сотрудничать с Виталием Николаевичем все его вот последние там 20, 15, 10 лет. И самое большое количество персональных выставок, групповых, и вообще деятельности художника публичной связано именно с этими галереями. И вот в конце прошлого года по своей традиции муниципалка издала календарь, потому что в этом году, в октябре, как вы уже слышали, 80 лет Виталию Николаевичу. И мы титульной картинкой взяли новую живописную работу Виталия Николаевича, потому что на октябрь месяц запланирована выставка, юбилейная выставка Куликова. Ну вот судьба распределилась по-другому. В начале января мы прощались с Виталием Николаевичем, как раз прощались в стенах нашей же галереи. Получилось так, что этот календарик и вот этот вот титул календарика объявил год Куликова. В Харькове громко сказано, но может от нас с вами и зависит, чтобы это было в Харькове. Но во всяком случае вот в тех галереях муниципального Витания, которые я представляю. И поэтому в октябре, безусловно, будет выставка и новых живописных работ, над которыми до последнего Виталия Николаевича мастерской работы в муниципальной галереи. И будет выставка его в печатной графике в галерее его ватания прямо в день рождения нашего художника. И будет даже небольшая конференция, так называемая теоретическая платформа, на которую уже приглашены Институт проблем современного искусства Украины во главе Сидоренко. Лично он, как, кстати, бывший председатель союза Харьковского и на тот момент достаточно революционного союза художников, когда его возглавлял Виктор Дмитриевич Сидоренко. И приедут молодые искусствоведы, которые занимаются 60-ми годами, 70-ми годами, так называемые ноу-конформизмы в нашем искусстве. Я надеюсь, харьковские искусствоведы, специалисты присоединятся. И наши художники, наши интеллектуалы, которые знают Куликова, и дружили с ним, и изучают его. Его творчество тоже на этой нашей теоретной платформе поучаствуют. И там же состоятся, я надеюсь, презентации фильмов, которые вот сейчас в работе, над которыми несколько творческих коллективов Харькова работают. Но это реальные вещи, которые мы сделаем. Будут деньги, будут спонсоры, это уже не имеет значения. Мы это сделаем, как делаем обычно, вот за счет друзей, за счет помощи, за счет энтузиазма, так сказать, по-советски. Ну вот, все это происходит, потому что спонсоры бывают, не бывают, а вот любовь к нашему делу и круг друзей, которые его поддерживают, есть всегда слава. А я хочу сказать еще о программе «Максимум». Скажем так, смотрите, многие из вас были в муниципальной греи, она, к сожалению, небольшая. И все наши планы, задачи, идеи, ресурсы, потенциал для этого небольшого пространства, ну, конечно, многовато. Поэтому мы и стараемся выходить за пределы муниципальной. Но, много лет назад с нашим департаментом культуры мы пытаемся хотя бы за счет тех резервов, которые вроде бы есть вот в этой нашей коммунальной квартире, муниципальная галерея, дом Нюренбурга и библиотека детская, как-то немножко переформатироваться. Потому что вот в муниципальной галереи есть две, на которой 20 лет площадки, две комнаты, на которые мы как бы можем рассчитывать, но пока не получается. Вот как программа минимум, если у нас сложится помещение бухгалтерии, библиотеки, у которой так много помещений, я не хочу обижать тоже коллеги по искусству, по культуре, детская библиотека, замечательное учреждение. Но это целая сеть, и филиал детский находится у нас. Правда, говорят, что мы, муниципалка, забрали у них музей Островского, ну так судьба расположилась, распорядилась, тем более Островский с нашим городом не связан, а муниципалка уже 20 лет живет и активно трудится, и делает все, чтобы культура Харькова, вот в этих наших 100 метрах, двигалась, развивалась. Так вот, там можно было бы сделать хотя бы прообраз, вот в этой комнате, которая над нашим малым залом, прообраз такой мемориального музея будущего Виталия Николаевича Кулькова, в следующей комнате, которая связана с Куликовым как, бессменным членом нашего художественного совета за все 19 лет галереи, художником, который провел в нашей галерее 4, 5, 6, я уже не помню, персональных выставок, художник, с которым мы выезжали на творческие, так сказать, гастроли, выставочные в Киеве и так далее. Ну, художник, с которым мы, простите, прощались в муниципальной галерее. То есть, вот, кажется, связь вполне налицо. И еще один момент, это мало, я понимаю, но с этого можно начать. Во всяком случае, чтобы Ирина Ильинична все эти замечательные холсты и пакты с работами, ну, держала, извините, не у себя в квартире, которая и так у них небольшая, а для того, чтобы туда могли приходить студенты и так далее и тому подобное. И второй момент. Когда-то на заре существования, вернее, образования галереи, когда нас образовали решением горсовета, нам почему-то решили присвоить гордое звание Васильковского. Я ничего не имею против прекрасного художника-реалиста, чьи работы хранятся в нашем художественном музее. Но муниципальная галерея с самого начала, а уж теперь тем более, занимается современным искусством. Это ее акредо, это ее направление. И поэтому многие из вас не знают, что у муниципальной галереи есть имя Васильковского. Но как-то они стыкуются. Если честно, я так во всех наших буклетах, полиграфиях, я так стыдливо умалчиваю. Не потому, что я стыжусь этого имени. Бога ради, каждому художнику свое место, свой зритель. Но вот имя Куликова, муниципальная галерея, не только могла, но мне кажется, и должна носить. Опять-таки, потому, что в ней прошла часть жизни, творческой жизни зрелого Куликова. И я, как бы, мы с Ириной Ильичной это обсуждали, есть несколько мест в городе, на которых должна появиться мемориальная доска по нити, Виталия Николаевича. Это там мастерская, в которой он работал, вот и висит, в нем уже висит, доска по имени Сизикова, но это антагонисты. То есть Виталия Николаевич на том свете нам бы никогда не простилась, если бы мы разместили эту доску рядом с Сизиком, правильно? Второе место, это место, где Виталий Николаевич 45 лет преподавал, это Хиси. Там тоже, как бы, разумно и правильно, но у них есть своя какая-то политика, связанная с их пониманием архитектурных ситуаций, то есть публично там доска не может находиться, только где-то внутри на карте. И вот публичное место, где это будет уместно, я думаю, что вы меня поддержите, это опять-таки та же самая муниципальная галерея, откуда мы выносили Виталия Николаевича. Его тело. Так вот, я звоню уже несколько недель в гонодинамическую комиссию при департаменте. Я не могу дозвониться, трубку не берут. Я хотела задать простые вопросы организационные. Как это сделать, какие там, подать заявки, имеет ли на это право, ну, как бы, имеет, не имеет, мы можем на этом настаивать. Ну, в общем, какие-то орг-вопросы. Я не дозвонилась. Вот я обращаюсь к вам за помощью, давайте это сделаем вместе. Если мы сейчас вот на таком нашем собрании переймем решение, что это действительно имеет смысл и логику. И, тем более, что есть прекрасный скульптор харьковский Владимир Кочмар, который готов бесплатно эту доску сделать, хорошо сделать, я в этом не сомневаюсь. Есть там, как бы, помощь в ряках, профессора, архитектора, который готов помочь с проектной частью. Вот, то есть, там, как бы, даже и расходов для города не будет. Нужно будет только решение. И вот, как бы, вот с этих маленьких шагов мы можем начать эту тему, которая сегодня поднимается. Чтобы наследие Куликова, как многих других замечательных мастеров Харькова и деятелей искусства, которые повисли и ушли в песок и только в памяти хороших людей и творческой интеллигенции держатся, чтобы такое не произошло с наследием Куликова. Пока мы живы, пока все очень свежо. Тем более, что вот 16-го числа в рамках Бейеналия 4-й блок мы делаем первый наш вот такой информационный 80-летию, скажем так, тоже информационный выставочный повод. В Валерее Вовы Таня открывается выставка тетрального и выставочного плаката Виталия Николаевича Куликова. Я всех и приглашаю. Вот такие мои, мне кажется, практические шаги. Мы можем их обсуждать, решать и действовать дальше. Для того, чтобы Харьков был и музей современного искусства, и государственный центр современного искусства, и, конечно же, музей или мемориальная часть музея, который связан с наследием Куликова. Таково мое мнение. Спасибо. Спасибо большое. Павел Маков, известный художник. Ну, а уже еще я добавлю, что последний год убедил нас в том, что общественность играет огромную роль в принятии достаточно серьезных решений, поэтому, я думаю, здесь нужно именно подключать общественность. Я в отличие от Реони не пессимист, а реалист. Нет. А это еще хуже в нашей стране. Ну, что пессимист как-то может питаться надеждами, реалист уже надеждами. Дело в том, что мы не говорим о музее современного искусства. Я просто по фунту разберу несколько позиций. Я являюсь членом Совета при президенте и при администрации президента по воссозданию или созданию заново музейного комплекса «Арсенал». Несколько дней назад был на последнем совещании в связи с этим. Вот, когда один из художников там произнес слово о том, что в стране, не Харьков, в стране музей современного искусства, потому что из страны все уже давно утекло. Даже тоже сделано наше, только утекает постоянно. Прохочу в любви в Украине. То этот чиновник, который тоже что-нибудь рассказал, просто публично сношил. Если я еще раз услышал слово сочетание музея современного искусства, я встану отсюда и вы... Ну, то есть, проглазать не стоит. Вот. еще один небольшой факт, например, отменилась большая международная выставка Арсенали в том же Арсенале. Отменилась по одной простой причине. Не потому, что в бюджете не было денег. Денег на проведение Арсенали в принципе было выделено и хватало. Не было денег на распил. Это продолжается все то же самое. Понимаете? И поэтому ученики скажут, что если нам отсюда ничего не перепадает, то что мы тут выставки-то проводить будем. Понимаете? Нам это не нужно. Теперь вернемся к Харькову к ситуации. Понимаете правильно, что если бы, говоря о частных инициативах, если бы Виктору Пинчуку для его имиджа не было необходимости подружиться с сильными мирами, то он бы и не заводил музею современного искусства. Он завел только одна простая причина и правильная причина, что ему нужны действительно был имидж. Понимаете? Не человека, который там открывает ночные клубы, а человека, который как-то опекывается проблематикой современного искусства в нашем мире как бы культурной политикой. Поэтому в данном случае в создании этого центра являлась частной инициативой. Поэтому все, что говорила Таня, абсолютно правильно. Это то, что мы реально можем сделать. Мы можем сделать выставку его блоката, мы можем сделать выставку его большую уже мемориальную, посмертную, которая бы персональная была. Была выпущена, что очень важно, при жизни усиления многих лет, в первую очередь, это галерея Луна Таня. Но я принимал в этом участие, принимал участие издать истории Дарьи, принимал огромное участие колледж, что когда люди либо давали деньги, или бесплатно работали над проектами его книги при жизни Дарья Николаевича, не после смерти. Ушел очень хороший альбом, большая книга о нем, довольно серьезная, как практически такой научный труд. Монография. Монография. Это достаточно научный труд, там многие вещи были написаны. Вперу, и вообще, это серьезная работа. И в этом участной инициативе я в какой-то степени не верю. А чтобы вернуться от того, чтобы наискать инвестора, я могу сказать откровенно, что опять-таки на последнем заседании по поводу опять-таки курируемого непосредственно президента, куда приходит его супруга Марина на эти все заседания, хотя бы не сленд в Совете, просто самоинтересное она бы хотела, чтобы это случилось в этой стране. Так вот, там сейчас стоит главный вопрос, не о том, какой проект, проект уже в Стрессе сделали, уже все прекрасно, а как поменять законодательную базу Украины, чтобы привлечь инвесторов, потому что при нынешней законодательной базе даже на проект, курируемый президентом, ни один частный инвестор денег не даст, потому что они просто исчезнут. Понимаете? То есть или его поставить в такую ситуацию, что он не увидит ни денег, ни результата этих капиталовложений. То есть ситуация с культурной политикой, она не плохая, не хорошая, и просто нет. Когда наш нынешний министр культуры, когда его спрашивают, а вы читали книжку Андорковича, вы, наверное, помните, это было месяца три назад. Знаете, локсикон таемных мист. Ну, слово украинское мисту. Путается со словом миста. А это вообще-то две большие разницы. И говорит, я в ответ на этот вопрос, он говорит, что я уже на дом у Вити, чтобы читать такие книжки. Знаете? Я подразумеваю как бы двусмысленность названия этой книги, хотя она никакого двусмысленного названия в себе не носила. Поэтому, как бы, речь сейчас идет. И речь идет всерьез идет. И большая инициативная группа занимается тем, чтобы все-таки отстранить нынешнего министра культуры от должности. Поэтому писать ему письма в поддержке нет никакого смысла. Потому что это абсолютно... Здесь нет ничего личного. Кириленко, Павленко, Иваненко. Не важно совершенно. Здесь ничего личного абсолютно. Просто это человек, который не может сегодня младить культурную политику. А дело в том, что все проблемы наши, в том числе и в Харькове, в том числе и на Донбассе, это все отсутствие на протяжении 25 лет культурной политики. Все только поэтому, на самом деле. Война, отъем Крыма. Крым бы в жизни не ушел никуда. Если бы правильно было организовано, как ни странно. Но на культурную политику у государства до сих пор нет ни времени, ни денег. Понимаете? Поэтому желать чего-либо, что выходит как бы позамежье нашей личных инициатив, невозможно. Мы можем только сами хоть что-то, хоть как-то похрупиться в надежде на то, что когда-нибудь государство заинтересуется этим вопросом. Но дело в том, что уровень всех абсолютно, всех чиновников государственных, которые имеют отношение к культуре, он примерно где-то в конце 19 века. Он даже до Серебряного века не добрался. Вы говорите дом Серебрякова. Он в конце 19 века. Понимаете? И как рабочие крестьяне развалили дом, в котором жила, работала Серебрякова, все ли не скучно. Так он до сих пор развален. Наверное, там ничего еще не стоит. Понимаете? Там только стоит крест, который поставили опять-таки частными усилиями на том месте, где было кладбище, там, где похоронен был ее тесть. И все. Понимаете? Поэтому я считаю, что единственный способ и единственный выход настоящего момента действительно вот конференция на тему Куликова, это мне кажется очень интересная с включением просто это все. Это наиболее интересно как на самом деле. Чтобы в первую очередь не материально даже ситуация как-то решалась, а чтобы это становилось частью ментальности всех людей, которые здесь живут в Харькове и все остальное. Понимаете? А на Харьков все это нечего. Харьков ватный город. Давайте смотреть правдой в глаза. Наш город ватный. В октябре будут выборы и на выборах по герте мере и аналог наберут большинство. Про культовную политику можно будет снова забыть надолго. Абсолютно легально. Так же, как власти пришел в Гитлер при помощи демократических выборов. Спасибо. Субтитры предоставлены конечно. Слово Александру Севоленко с ясно-много до слова выдастся французского фокусета Харьковского национального университета Аминадзора. Добрый день. Я постараюсь постараться найти оптимистическую позицию. Оптимистическая позиция заключается в том, что дети к счастью рождаются в этом городе, раз они рождаются при нужном учителя. Виталий Николаевич был безусловно одним из великих учителей. Я не сейчас бы не стал говорить о его работе художника, потому что в нашем городе об этом достаточно много его учеников, чтобы говорить об этом хорошо. Но как преподаватель университета я могу сказать только одно, что мы живем все-таки в странном пространстве в какой-то удивительной глухотой. Я бы не сказал, что ватной, но такие вещи, как уход в мастерской, с одной стороны все легально, все понятно, все так, как должно быть. С другой стороны, так никогда и нигде не бывает, чтобы, во-первых, с такими людьми так прощались, не зная, собственно, того, с кем мы прощаемся. И дело не в том, что он великий художник или великий педагог. Вопрос в том, что мы ведем себя очень, как сказать, по-цеховому. Конечно, не бывает художников, которые не знают Куликова. Конечно, не бывает архитекторов, которые не знают, потому что они у него учились. спросите студентов в университете Каразина, в политехе, кто это такой. Вы увидите удивительную вещь, что, конечно, все плохо с союзом художников, культурной политикой, но есть какая-то наша вина, потому что этот город ни к чему не готов. Не только к выборам, но и к памяти о самом себе. И если мы проводим пресс-конференцию, я думаю, очень важно понять, потому что здесь находятся активисты, люди, которые слышат, видят, что, конечно, необходима комиссия по наследию, потому что если не будет задокументирована эта мастерская так, чтобы ее можно было повторить, то очень многое теряет смысл. Конечно, нужна музеификация, но музеификация проводится с мастерами, про которых все знают, и потом проводятся какие-то шаги по музеификации. Мы живем в парадоксальных условиях, когда самая простая задача заключается в том, чтобы все люди, которые знают Куликова, сделали так, чтобы о нем узнали в его собственном родном городе. Я думаю, что конференция это очень правильно, но нужны какие-то совершенно простые шаги, и выставки это очень правильно, и все это очень понятно. Но, скажем, мы организовали культурный центр Данте, и мы много думали с ребятами молодыми, как сделать так, чтобы о его работе просто хорошо узнали, как сделать выставки, семинары, конференции, и мы обратились коллегу Куликова, и вот на четвертом блоке это уже будет выставка, по-моему, и какие-то события в галереи, в муниципальной. Мне кажется, что это все недостаточно, и если мы говорим, что этот год год Куликова, то все, кто это слышит, видят, журналисты, преподаватели, студенты, просто какие-то люди неравнодушной культуры, должны задать себе вопрос, что они могут сделать для того, чтобы эта любовь стала слышимой, для тех, кто готов это слышать. Я уверен, что мы почти не начали даже ничего в эту сторону делать, кроме людей, которые просто очень близко делают вещи, которые их заставляют делать их любовь. Но, кажется, этот вопрос гораздо важнее, это вопрос благодарности города. Конечно, вспоминается, мне всегда в голову приходит музей Параджанова в Ереване, который, как известно, жил в Белисе, и вряд ли жители Белисе с легкостью расстались с домом Параджанова. Весь его дом, не музей, а дом, вся его квартира находится в Ереване только по одной причине, что там есть человек с Аркисян, который обещал лично Параджанову, что он перенесет все так, как есть и будет квартира, и он может в этом доме вообще жить. Я уверен, что эти вещи держатся просто личной любовью, и слава Богу, с Виталием Николаевичем все очень просто, этот город просто жив его учениками. И надо подумать хорошо, как сделать так, чтобы память о нем была не то, чтобы громкой, но слышимой. И действительно, может быть, если комиссия это называется или не комиссия, я думаю, что мы должны объявить какую-то инициативную группу, муниципальные галлиеи, но место, где бы люди могли предлагать свои идеи, что бы они могли сделать для того, чтобы этот год стал годом Куликов. И только из этого могут вырасти какие-то другие вещи, в обществе музейные и мемориальные. Спасибо. Говоря, например, о Воле Куликове, действительно, в этом городе живет поколение людей, к нему отношусь, и я, которая воспитана одним человеком. Даже не в прямом смысле слова, то, что он начал рисовать, он просто как гражданин начал жить. Но тут такая ситуация, вот, например, сейчас мы об этом говорим, наш художественно-промышленный музей, институт, музей вообще, по Фрейду. Вот я бы хотел сказать, действительно, после перестройки, Виталий Николаевич пригласил его преподавать. Он преподавал один семестр, тогда он от него как-то институт опять тихо оделся. Я не ошибаюсь, по-моему, один семестр только, да? Нет, нет, нет. Две раз ты его приглашаешь. Он преподавал в семьдесят первом году, когда закончил два года или три. Три года, да. Так вот, в этом институте, действительно, мне очень странно, почему сегодня здесь нет представителей художественно-промышленного института, в котором вообще-то Таняка еще училась. Да, 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 да. Алик, все, все. Ну, не все сидят на самом, многие в зале. Да, а дело... Нет, Олег Анатольевич, Олег Анатольевич это отдельная тема, понимаете, я его не очень связан с художественно-промышленным институтом. Вот. Но дело в том, что почему в художественно-промышленном институте, там, где действительно это было бы крайне необходимо, в том числе для студентов, не провести ту же выставку рисунков Куликова, потому что как рисовальщик, он действительно человек абсолютно уникальный. Он уникальный в масштабах, я не побоюсь этого слова, на территории постсоветского пространства. Понимаете? Эту выставку, конечно, нужно произвести. Но для этого нужно договариваться с художественно-промышленным институтом, или музеем, как хотите. Там всё сложно. А там всё сложно, совершенно верно. А там всё сложно, по одной простой причине, потому что нам нужно очень хорошо не забывать, что ни Союз художников, ни художественно-промышленный институт Виталий Никольевич и Куликов серьёзно воспринимал. Ну, в верят της глаза, Совершенно верно. Воспринял враждебно. Потому что, когда на первом курсе Валентина Васильевского Сизика у меня рисунок заметил, что в рисунке несколько смахивает на то, чем мучает Виталий Николаевич Куликов. Он оставил нас всех на два урока. Во-первых, мне поставили два по рисунку семестря. Во-вторых, нас всех оставили в мастерской. Он не поленился два часа потратить на то, чтобы объяснить, насколько это дурное, дурное, буржуазное влияние на все. Формализм. Понимаете? Ну, то есть, как бы, надо смотреть в правильный глаза. Ну, нет. А, конечно же, для студентов это нужно. В том же художественно-промышленном институте. Спасибо большое. У меня, во-первых, предложение. У меня здесь много известных людей. Если кто хочет, можно еще высказаться. У нас все-таки не совсем классическая пресс-конференция. Поднимайте руки, я буду подносить микрофон. Но у меня вопрос вот какой абсолютно конкретный и касающийся вот этой серьезной проблемы по... Ну, я не знаю, как назвать. Сейчас это в нашей терминологии, наверное, можно сказать, отжать ее мастерской. Извините. Но ведь мастерская не только работает, это же еще определенная атмосфера. Есть ли вообще шанс оставить все-таки мастерской в том виде, в котором она есть? Никакого шанса. То есть есть закон, есть справедливость. Нет, тут ситуация нет. Справедливость такая там очень сложная ситуация. Ее уже дали живому художнику. Ее же ведь не уничтожили, не перформатировали. Понимаете? Ее дали живому художнику. И поэтому, отдавая ее, как в мемориальную мастерскую Виталия Николаевича Кулику, мы будем забирать ее у живого художника. И мы становимся в дилемму, что мы кого-то... То есть мы даем оценочную категорию, что этот достойный, а тот не достойный. Это очень сложно, понимаете? Потому что там действительно... А можно вот так... Смотрите, в Театре Шевченко есть зал Крушельницкого. Все знают, что такое зал Крушельницкого. Малая сцена Александра Беляцкого появилась в ТЮЗе. В Театральном институте появился класс Русаброва. Евгения Русаброва, который преподавал там критику. И сейчас целый критический конкурс появился для молодых критиков. Почему не может... Ну, пускай... Почему на Куликовской мастерской не может появиться табличка? Почему мы не понимаем, как... Путем каких манипуляций она распределена и кому? Да нет, какие манипуляции... Пускай молодые графики претендуют и работают там... Нет, нет, ребята, вы поймите. Вы говорите сейчас о тех вещах, которые находятся... Они не являются... Вот эти места, где вы говорили, там, мастерские, все это, там, часть театра. Я тоже согласен, что, например, в художественном промышленном институте может быть класс рисунка... Класс рисунка Куликова. Почему не повесить табличку открытие 20-10? Почему? С какой ситуацией сложнее. Потому что это собственность Союза художников. И она принадлежит всем членам Союза художников. Понимаете? Ну, память, имя хотя бы оставить. Так вот, я считаю, класс, класс, фут-проми, это во много... Это во много раз более реально, например. Хотя класс, фут-проми, только, как минимум, только, когда уйдет то поколение, которое сейчас преподает. Потому что никто его не будет там делать. Ну, никто его там делает. Евгений Мавлович, пожалуйста, пожалуйста. Можно я... Я прошу прощения, я там по-хамски прокомментирую. Мне бы очень хотелось попасть на отчетно-обранную конференцию Союза художников Харьковского, и там бы, чтобы художники Харькова проголосовали за то, что оставить, допустим, мастерскую Виталия Николаевича как мемориальному, передать эту собственность, как это, поступиться принципами какими-то или нет. Ну, забавно было бы посмотреть пофамильно, кто бы сказал, нет, не надо, давайте забудем Куликова. Женя, зачем тебе пофамильно, а там один кофтун и все. Да не, ну почему тут кул? Здесь, это коллегиальный орган, друзья, не надо втутать. Это общественная организация, правильно? Давайте не о Союзе художников, потому что это не проблема. Есть вопросы журналиста. А я хочу, Владимир Носков, радио Собода, вообще у меня какие-то вот последние события в Харькове, в культурной жизни нашей просто возмущают. Ситуация с оркестром виртуоза, слабожанщины, да, ужасающая. Теперь вот новая история. Хотел спросить вас вот о чем. А вот когда дается мастерская в пользование, да, нет, в пользование, это плохое слово, для жизни художника, да, подписывается контракт с человеком? То есть как это все выглядит все-таки юридически, да? Подписывается раз, по-моему, на два года я подписываю контракт, и это собственность, которую я даже не могу приватизировать, потому что это собственность общественной организации. Вот я бы давно приватизировал свою мастерскую, но как бы и многие мои коллеги бы это сделали, потому что тогда я ремонтирую не чужую крышу, которая у меня течет, а как бы крышу своего художника, а свою крышу. Мне понятнее, куда я трачу собственные деньги. Понимаете, или там отопление я бы сделался, потому что у меня мастерской 7 градусов зимой, понимаете, 7 градусов плюс. И я как-то как могу так прихожу, часа два и утоплю, потом как-то там работаю. Но дело в том, что это невозможная приватизация, поскольку собственность принадлежащая общественной организации не отчуждаются. Понимаете, подумайте. То есть и продолжая юридический вот этот протокол, и язык, да, человека нет, и нету, как бы, да, получится вот так, да, все? Нет, нет, вы поймите правильно, мастерская нам не принадлежит. Мы арендуем. Нет, я уже говорю о Виталеке Куликове, да. Нет, ну почему как? Человека нет, есть люди, которые им опекаются, понимаете, есть люди, которые занимаются. Вот нет, нет, я говорю о юридической стороне. А какая юридическая сторона, если человек, я не пойму, с мастерской? Да, да. Ну с мастерской, да, если человек умирает, эта мастерская принадлежит, в три месяца дается, и раньше полгода, по-моему, а сейчас дается три месяца на то, чтобы родственники смогли вывести оттуда наследие, и все, и она передается следующему человеку. Человек принадлежит. Понятно, спасибо. И, понимаете, правильно, что как бы это касается всех, в том числе там даже там те же столпы, тот же Сизиков, которого Союз художников очень любит и любил, понимаете, его мастерская тоже перешла к кому-то. Есть еще один вопрос. И в Киеве, я вам скажу откровенно, в Киевский Центральный Союз художников, там Киевский Республиканский Союз художников, категорически против передачи таких, это тоже не нужно забывать. Потому что там есть Еблонская, там миллион людей, понимаете, которые бы как... Они это как это делается? Если родственники понимают, что грядет смерть их там близкого человека, и что мастерская может зависнуть, то всеми правдами и неправдами находят члены Союза художников, желательно среди родственников, на которых эту мастерскую переписывают при жизни. Вот это вот легальный юридический ход, понимаете, других ходов нет, потому что... И почему против этот союз? Потому что в Киеве они, в общем, у них есть тоже свой резон, понимаете. Давайте опять смотреть, как на ситуацию реалистически. Что если бы эти мастерские отходили, то все возносители... Мастерских бы реально не осталось, понимаете? Их бы не осталось, потому что любой народный художник мог бы претендовать на то, что мастерская становится мемориальной. А на самом деле, как она становится мемориальной? В данном случае об этом речь не идет, потому что, прекрасно понимаете, речь идет о некой жилплощади. Масса родственников будут, скажем так, коррумпированы, заинтересованы в мемориализации мастерской своего умершего родственника. Вот и все. То есть это очень такой вопрос сложный, как бы. Кукашуга связан с недвижимостью, с наследием на недвижимость. Нет, какие еще вопросы? Дмитрий Овсянкин. У меня такой технический вопрос. В чем сейчас проблема с мастерской? Проблема, куда переместить работы, Виталия Николаевича, или проблема более глобальная, я понимаю. В данный момент. Текущая проблема. Есть проблема, куда переместить работы из мастерской? Ну, проблему решила Ирина Ильинична, того художника, решила ущерб условно своим сантиметром жизненным метром. Но, слава Богу, что Ирина Ильинична человек, который эти три месяца, которые ей дал с художником, она посвятила тому, что она за большие деньги во всей своей квартире устроила такие специальные депозитарии, понимая, что в любой момент, и вот он наступил, ей надо будет перевести коллекцию в работу. Виталий Николаевич очень правильно по-мастерски относился к своим работам. Он не спешил с ними расставаться, несмотря на разные жизненные обстоятельства, потому что он всегда понимал, и мы хотели сделать, и сделаем большие выставки, персональные, национальные музеи и так далее. И вот эта коллекция сейчас, все наследие Куликова, в общем-то, у него дома. Правильно это, неправильно, но это так. Есть как бы дружеские руки, которые готовы предложить свою помощь, а в том числе в нашей галерее, но это временная ситуация. Мы говорим здесь о ситуации, которая должна быть. Вот о том, чтобы создался, появилось в городе место, где будет не только его работы, но где будет вот место, с которого начнется вот это вот наше сохранение памяти. Это не столько вопрос, Юхтман Александр, дизайнер. Это не столько вопрос, сколько как бы предложение в ту же сторону. Я учился у этого Николаевича, и все это нужно делать. И одним из важных шагов является создание мемориального сайта. Это очень важно, потому что Куликов, художник, во-первых, известный не только в городе. И с другой стороны, давление извне на город тоже есть момент существенный. Поэтому сайт, позволяющий распространить и показать Куликова, включая тексты, которые будут появляться, и материалы конференций, и, собственно, сами работы. Вот это будет фактически виртуальный музей. Вот это очень важный момент, потому что это уже кладет основу рано или поздно к некоторому формированию физического музея. здесь это готовит мозг. Спасибо большое. У меня вопрос к линии ленишне. А покупали ли за эти три месяца предложения от администрации, я не знаю, городской или областной, о помощи? Есть ли вопрос? Наталья Нечебуренко, галерея Костюринский пароволок, мансарда Эльмилова Косарева. Ну, я хотела немножко повернуть в другую сторону вопрос, что если бы действительно найти какое-то помещение, которое пусть находится в каком-то заброшенном виде, но руками наших молодых архитекторов, художников, дизайнеров было приведено для того, чтобы можно было переехать в это помещение. Ну, вот целый чердак Ермилова Косарева, там больше 100 метров, он стоит уже 42 года пустой. Вот. Там тоже можно было расположить экспозиции эти. И, может быть, действительно, еще один вопрос. В очереди, как мне сказали, сейчас стоит только живописное отделение, 17 человек, и они стоят там 10-15, кто-то 20 лет, художники харьковские. Может быть, ну, это вообще такая фантастическая придовая идея, но моя мама строила дом на Тобольской в 62-м году, сама ходила на эту стройку. И у нас есть три дома художника. Может быть, действительно, вот эта комиссия направила бы свои силы, чтобы молодые художники построили себе новое здание для своих мастерских. Потому что, ну, старые художники, как мне сказали, что все сидят и только ждут чьей-то смертью. Смертью, ну, то есть, ну, какая-то ситуация ужасная. Что люди не радуются чужой жизни и чужим работам, а только ждут, чтобы кто-то им освободил мастерскую. Может быть, построить эти мастерские, пока молодые, пока 20-25 лет, пока есть силы. Можно я вам отвечу. Дело в том, что половина мастерских на 23 августа, а Союз художников сдается коммерческими целями совсем не художников. Я не знаю, как там стоять в очереди, вы говорите. А половина мастерских на 23 августа сдается коммерческим структурам, потому что художников нет денег. И на сегодняшний момент этот дом, тем не менее, там кто-то его руководит администрацией. Его хотели у нас 4 года назад вообще отнять. Так вы платите 3 тысячи, а так вы платили 3 тысячи в день. Нет, дело в том, что, понимаете, вопрос специальной оплаты художникам из своих помещений, это тоже вопрос очень больной. На самом деле, я считаю, что это неправильно. Художник должен платить точно так же, как любые другие, понимаете. Вот это вот большая разница. Понимаете, художников делают каких-то таких людей, которые нет ни раз сего. Но если ты снимаешь помещение, ты не можешь снять 20 метров, снимай 10. Можно снять 30, снимай 30, понимаете. А так половина мастерских у нас принадлежит бог знает кому. У нас там аккумуляторы лечат, у нас там памятники могильные делают, у нас там адвокаты сидят, еще кто-то. Понимаете, при этом крыше течет. И 82 тысячи гривен на сегодняшний момент у этого здания долгу за отопление. Я боюсь, что его зимой просто закроют. И всех нас вообще общат. Вот и все. Дело в том, что в Союзе художников как бы есть площади, но он их сдает по коммерческим ценам другим людям. И вообще давайте смотреть правильно в глаза. Своих художников мертвая организация. Мы сейчас апеллируем, это мертвец. Он живет по инерции. Вот развалился Советский Союз. А это структура абсолютно советская. Она продолжает жить. Она умрет скоро и умрут. И все эти мастерские все это тоже отвалятся. Понимаете. У него нет больше денег содержать. Просто нет денег. А насчет построить. Ну попробуйте вот выставить молодого художника, который может себе построить что-нибудь в городе. Это сколько денег нужно? Понимаете правильно. Мне 56 лет. У меня вроде бы все в порядке. Я себе приобрести мастерскую. Я с удовольствием себе приобрел квартиру, сделал там мастерскую. Я 56 лет. И при том, что более-менее все в порядке. Я не могу себе этого позволить. У меня просто нет денег. А я же 56-летним не предлагаю. А откуда у них деньги? Ну откуда у них деньги? А? Мозги. Хорошо. Продайте эти мозги так. Пусть они попробуют продать свои мозги в этой стране так, чтобы заработать много денег. Ну пусть они попробуют продать эти мозги в этой стране. Пусть они дойдут инвесторы на собственные мозги. В этой стране мозги это последнее, что оценивается вообще деньгами. Последнее. Поэтому мы так и живем с вами. Мы же идем в Европу. Пока не идем никуда. Никуда мы не идем. Не обольщайтесь. Мы никуда не идем. Это реализм. Это просто реализм. Понимаете? Нужно знать, что происходит в области культуры, чтобы понимать, что мы в Европу не идем. Но нам же нужно найти решение вопроса. Решение вопроса в данном случае, я считаю, находится в частных руках. Вот те, что лично мы можем. Вот как издавалась эта книга про Куликова? Она издавалась практически по частной инициативе. В основе лежала инициатива галереи Вовы Тани. И потом в этом участвовали еще несколько человек. Кто участвовал деньгами, кто участвовал личным трудом. В том числе и издательство пошло на многие для себя как бы невыгодные экономические условия, чтобы создать эту книгу. Все? Ну сейчас все страна строится частными руками. Еще один вопрос есть. Мне кажется, одним из направлений действия активной группы или комиссии, это должно быть проверка союза художников на нецелевое использование помещений, на распределение помещений. И вот эта ситуация с мастерской Куликовой, это как прецедент этому. Потому что у каких-то художников их даже нет в Харькове, но у них по две мастерских. Соответственно, они там сдаются, пересдаются. У кого-то одна маленькая, у кого-то нет вообще. Ну, то, что союз художников умер, ну, вот, это факт. Да нет, экономический он давно, экономический он давно был. Ну, а если там фандин, вот эти модные тенденции, когда люди создают, я думаю, только те проекты, которые им интересны выходить на международные организации, которые, о которой развиты и интересны. Ну, в общем, предложение, которое обсуждается. Есть еще один вопрос, Сергей Потемков? Да, скорее не вопрос, Сергей Потемков, просто Сергей Потемков. Вы знаете, давайте сейчас говорить о том, что достойно Виталия Николаевича. Мы сейчас уже на такие вещи говорим. Пикассо, когда-то назвали гениальным художником, он сказал, я гениальный. Нет, просто у меня в молодости было много знакомых журналистов молодых. Виталий Николаевич для нас уже все сделал. Давайте сделаем что-то для него. Вот журналисты и так далее. И каждый найдет свою площадку и так далее. Не надо делить вот эти метры. Я за Куликова совершенно спокоен. Понимаете, он занимался главным делом в своей жизни. Он искал художественное воплощение истины, ее современного воплощения. Он это сделает. Вот поверьте, я уверен, что не думать, ему не нужно ничего. У него ждет огромная посмертная слава. Мы только можем к ней прикоснуться, чтобы нас где-то вспомнили по ходу. Поэтому не надо делить вот эти метры. Отдайте их. Насчет мемориальной доски. Там, ради бога, там был Сизиков. Виталий Николаевич там работал. Если там будет мемориальная доска, простите, кого из Кольковчан будет волновать, что это два антагониста? Хотя я думаю, что там ее не будет. Насчет Таня. Отличная идея насчет галереи. Потому что если это сделает Тумасианс, она себя волковечит. Одним только тем, что галерея в Харьке будет носить фамилию Куликова. Но мы все понимаем, с кем мы имеем дело. Кто такой Виталий Николаевич? Он в свое время, я спружил очень долго, сделал много-много передач, встречался и так далее. В свое время он мне принес такую подборочку Лимонова, его стиху. Я работал на радио и сделал тогда передачу о Лимоновой. Благодаря Куликову. Потому что я впервые познакомился именно со стихами Лимонова. Вот. Я хочу сказать, вот эта вся волна схлынет. И в Харькове будут мемориальные доски. Лимонова, Куликова и массу людей. И дом Серебряковой восстановится. И это не какие-то там манилочные фантазии. Понимаете, вот эта волна схлынет, потому что Куликов был выше этого. Поэтому давайте быть выше этого. И сразу же найдутся решения. И не надо вот эти несчастные метры делить. Хотя, конечно же, страшная вещь, посмертная зависть. Вот как велик человек. Вот как завидует. Уже нет, а завидует. Спасибо. Если можно, я Сергея не вижу, он за колонной. Сережа, привет. Я хочу обратиться к коллегам, поскольку для Харьковского народонаселения, как бы его ни называть, там, даже словом, которое является как-то-то, из лексикона ненависти, да, в ад. Все равно то, что вы и мы можем сделать для того, чтобы основная масса какая-то не поймет, но было больше людей, которые понимали про то, что значит для Харькова Куликов и почему нужно бороться за то, чтобы сделать его там или оставить мастерскую, или сделать мемориальную в другом месте, мемориальный зал, или сделать зал там в любом из грузов, потому что и один, и другой имеют непосредственное отношение к этому. Второе, это то, что Харькову безумно необходим музей частной коллекции. Треть. Харькову просто смешно существовать без музея современного искусства. Эти мысли должны постепенно поселиться, ну, хотя бы участие телезрителей, радиослушателей и читателей, в том числе и интернету, потому что там тоже не все продвинутые, к сожалению. Если вы, мы это сможем сделать, да, мы немножко подвинем всю эту ситуацию. А в того момент, о котором я уже говорил, надо все равно создать инициативную группу, неважно, она будет комиссией по творческому наследию, там. Просто собраться людям, у которых есть мозги и немножко времени для того, чтобы просто тупо давить на власть, да. Потому что найти там 30 метров квадратных в нашем городе, на самом деле, несложно. Нужно либо придавить, либо, так сказать, либо ждать там, когда что-нибудь произойдет. В Харькове, еще одна просто, напомню, что-то такая штука была. В Харькове была такая Алла Павловна Овчаренко, писанкарство. Музеи писанки есть в Каламуле, да, и все. Ну, то, что сделали эти, ну, уже трудно назвать их девушками, да, потому что они 20 лет это делали, то, что они восстановили там коллекцию Сумцова, разбитую, которая валялась в подвалах на среде исторического музея, да, и все. И все это выезжает везде. Это тоже еще один момент. То есть то, что Харькову необходимо помещение под музей современного искусства, под музей частной коллекции. Вот в данном случае просто повод. Виталий Николаевич, потому что гениальный человек, но хочется, чтобы у него тоже был свой, свой транзущий, неважно, угол, да. Потому что смотреть это все нужно, не только в интернете, а и в жилье. И еще одна дурацкая мысль, которую я выскажу. На самом деле, сколько у нас учится студентов-то в Худпроме? Немного. Немного. А в Хисе? А в Каразино? А в Политехе? Есть очень простая штука, она как бы бредовая, но просто не на ней смысл подумать. У нас достаточно много всяких брошенных и полуброшенных помещений, в которых, скажем, там, воркшопы всякие возникают, да? Ну, то есть там метров сто какого-нибудь заброшенного. Кстати говоря, Таня, муниципальная коллевея как выглядела, когда у нее вселялись? Особенно подвал. Ерминовый центр как выглядел, когда у него вселялись? Ну, это все частные. То есть, опять-таки, если эта инициатива будет, ну, как бы, злая и свободная, там, боязни у кого-то чего-то требовать, то найти небольшой цех. Кстати, знаете, как хорошо выглядел бы музей на набережной в 100 метрах от Вултани, в старом амбаре. Роскошный музей, да? Я еще напомню, что, ну, все же помнят ситуацию, когда пакгаузы, этот самый, на гоголь театральный, да, когда там собирались и планировали сделать музей современного искусства, частных коллег. Потом его продали, компания не буду рекламировать, но вы их уже, наверное, вспомните легко, да, в котором был магазин, унитазов, там, слиточек и так далее. То есть, помещение, это найти ни слова, можно его отобрать, застолбить и сделать. Так вот, что касается денег и того, что необходимо, чтобы привезти в какой-то, ну, боже, спирит, да, это помещение, то, в принципе, при наличии хорошей волонтерской инициативы, и волонтерской инициативы, затеи какой-то, собрать студентов, хотя бы привезти в порядок там это помещение, это точно можно сделать. В Харькове 300 тысяч студентов, как минимум, у них там человек 200 могут собрать. Архитекторов только в одном вузе полпысячи. Да, архитекторов вообще, как это, к сожалению, не вижу вообще инициативы, не векой, хотя Виталий Николаевич просто... Собственно, да, сколько лет всех... Да, да, да. Поэтому вот три момента, одни по месседжам коллегам вызывают, да, давайте просто промывать мозги по поводу этого, постоянно и как бы... А второе, это то, что все равно помещение добыть можно, а привезти его, хотя можно только с публичным, публичной демонстрацией, надо. Но Шаляпина не сожми же, правда, он до сих пор там стоит как-то. Потому что там каждую неделю с Мишей Красиковым, там, и с... всеми, кто только мог, и тут просто в полной программе, да. Концерты устраивают, дом остался, хотя могли бы случайно снести, потому что там аренда так и осталось. На Чубаре 7, правда? То есть можно, на самом деле, если захотеть 7, на самом деле, то можно и... А? А? Дом Слатина. Да, дом Слатина, который сейчас просто в таком безумном состоянии, вот стыдно. Когда коллег водил там из Польши, это там, мы долго смеялись, плакали, в общем, Слатин, да, консерватория, конечно. Давайте не стенать, давайте вы просто три мысли, которые нужно забивать в головы горожан. Да, это абсолютно понятно. И Куликов, музей частной коллекции, и музей с восьменного искусства. Помещение нужно добыть, и это на самом деле можно сделать. И сдвинуть это с мёртой точки, в принципе, с помощью всего, и наших усилий каких-то там, интеллектуальных, моральных там, и т.д. И рычагов какие-то, которые есть, да. И с помощью всё-таки и тех, кому это всё не безразлично, и которые могут просто помочь. Ну, студенты же, проводили замечательные первокурсники, измерили акции там всякие от флешмобов, то проводили. Проводили. И даже на них милиция там ополчалась. Один раз я их спасал от этого, случайно увидел вновь. В конце концов, и чистили подъезд с росписями Шанка, Миша в своё время. И заметьте, Бухенвальд, между прочим, когда он появился, феню в подвале делали тоже студенты какие-то из них отпробовывают. Ну, в общем, я тоже пессимист немножко, немножко реалист. Но и хочется, чтобы мы в этом случае не забыли о том, что это можно сделать. Надо двигаться всё равно. Спасибо. Спасибо большое. Может, кто-то прокомментирует из наших гостей ситуацию. В целом, понятно, общественность, я уверена, готова подключаться. Мы уже все прекрасно видим, какой результат от этого бывает. А идея со старым амбаром давно уже витает в воздухе. Надо её воплощать в жизнь. Спасибо всем, мне желаю всем успехов. Успехов.